Велотуризм в Угличе Велотуризм в Угличе Это Вологодская область, это Свердловская область, это Кировская область, это Архангельская область То есть вот настолько широко, в Подмосковье очень много приезжают и Дубна, и Серпухов, и ряд других городов Но это приятно, конечно Старт фестивалю был дан в Олимпийский день на Центральном стадионе Приветственные речи и традиционный круг почета До торжественной церемонии открытия спортивного праздника оставалось несколько минут Пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал На Успенской площади велосипедистов ждали с нетерпением За движением дружной процессии с интересом наблюдали угличане и туристы. Постепенно участники фестиваля выстроились у главной сцены города. На правах хозяев их здесь приветствовали идейные вдохновители, организаторы фестиваля. Я очень рад приветствовать от имени главы района Элеонора Михайловны Шереметьевой, всех традиционных участников, наших больших друзей, всех тех, кто вновь присоединился к нам и для кого сегодняшний праздник будет первым. Но очень надеюсь, что не последний, потому что наш фестиваль стал традиционным, приобрел статус всероссийского. Я верю, что когда-нибудь автомобили исчезнут с наших улиц, по улицам будут ездить только велосипеды, и вы будете во главе этого процесса. С праздником, дорогие друзья! Участникам спортивного праздника представили членов оргкомитета, огласили спонсоров место и время проведения соревнований. С этого момента третий всероссийский велофестиваль «Углическая верста» был объявлен открытым. Взрослые и дети, профессионалы и любители, велосипедисты один за другим подходили на регистрацию. Программа фестиваля включала соревнования по фристайлу и медленной езде, конкурсы в детском велогородке, гонки и велопробеги. Занятия по душе, по силе и уровню подготовки на спортивном празднике мог найти каждый. Впрочем, разнообразие фестивалю добавили не только мероприятия, но и сами велосипеды. Такого количества моделей, самого экологичного вида транспорта, «Углич» еще не видел. Поговорка об изобретении велосипеда здесь была неуместной. Самоделки Василия Галихина жители города Заречный знают очень хорошо. На «Углическом фестивале» Василий впервые. Сюда он привез три изобретения. Трехколесный вездеход, веломобиль и велосипед, которые он ласково называет «Харлюша». То есть он как бы сделан под «Харлей». Ну, изначально просто были взяты стандартные велосипеды, на них покатались. Нам показалось очень неудобным та геометрия, которая вот на серийном велосипеде. Поэтому решили немножко изменить геометрию и полностью сами решили сварить раму. Поэтому рама полностью самодельная, сделана просто из обычных стальных труб. Ну, самое главное в нем была эта эргономика, чтобы было удобно ездить за рулем. То есть вальяжно так, удобно катить. «Дни для дальних, опять же, поездок. Все равно для дальних поездок больше удобен спортивный велосипед. У этого и сопротивление побольше. То есть он не рассчитан на большие, так скажем, расстояния. Расстояния небольшие, но вальяжные такие. То есть можно прокатиться. То есть вечером бывает после работы, я, скажем, ну километров 10-20, вот для своего удовольствия прокатился и поставил его». Разговоры разговорами, настал момент показать велотехнику в деле. В гонке «Углическая верста» принимали участие обладатели самодельных велосипедов. Операторы расчехлили видеокамеры. Участники соревнования приготовились к старту. «Составь! Внимание! Парш! 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 1067 метров – небольшая дистанция, которая для некоторых участников гонки стала просто приятной прогулкой. Скоростные возможности самодельных велосипедов довольно разнообразны. Однако победа для многих велосипедистов не главная. В «Углич» они приезжают в первую очередь для того, чтобы общаться и получать удовольствие от активного отдыха. А положительные эмоции выше всяких наград. И все же конкурс есть конкурс. Две минуты – восемь секунд – лучшее время, которое продемонстрировал Виктор Байдалетов в город Аша. Главный приз генерального спонсора фестиваля – компании «Папа Джой» отправился в Челябинскую область. Не остался без внимания и красавец-веловездеход. Евгений Тухнов был признан обладателем самой оригинальной модели велосипеда. Программа фестиваля шла полным ходом. Велосипедисты и зрители то разбредались по Успенской площади, то вновь собирались у главной сцены, чтобы лицезреть очередное награждение участников соревнований. И вот наступил долгожданный и едва ли не самый главный момент велофестиваля. В час дня стартовал велопробег «Углич» – «Мартынова-Углич». Велосипедистам предстояло преодолеть 70 километров. Стройной колонной они двигались по заданному маршруту. Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке. Пусть, пусть дорога вдаль бежит. Грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. И с песней этой хочу по свету. Хочу, хочу, куда хочу. Первая остановка – легендарный русалий камень. Пикники, этнографический спектакль в столице Кацкой волости деревни Мартынова – экскурсия, рассказывающая о быте Кацкарей. На протяжении всего велопутешествия участников фестиваля сопровождала развлекательная программа. Торжественный финиш велопробега состоялся в палаточном лагере. Чай, кофе – негромкие разговоры. Участники фестиваля готовятся встретить новый день. В 10 часов утра юные велосипедисты откроют программу второго дня соревнований. Вот они – участники юношеского заезда. Пелешанка Федор загадочно улыбается. Видимо, уже сейчас знает исход велогонки. Председатель клуба «Велопитер» дает последнее наставление. Так, значит, в Израиле. Аккуратно там, где вот эти деревяшечки, мосточки, не несите с нами о голову. Особенно на контактах. Воздух в грудь, такой упругий и глиняный. И ты летишь весь на адреналиненный. Руль влево, руль вправо, а контруклон. Да я почти что бог, да я почти Аполлон. Еще поворот, да я практически Крэйзи. Держи меня крепче, мой родной Панарейсер. Кросс-кантри – один из основных видов соревнований программы велофестиваля. Трасса длиною в 5 километров содержит естественные преграды и труднопроезжаемые участки. За отведенное регламентом время участникам кросс-кантри нужно проехать как можно больше кругов. Все довольно просто. И все же для некоторых правила прохождения дистанции стали полной неожиданностью. Все, финиш. Еще, еще. В 40 минут на исходе организаторы кросс-кантри встречают победителя юношеского заезда. Федор Пелешенко прибыл из Вологды накануне соревнований. Велоспорт для юноши и хобби, и будущая карьера. Трассу велосипедист оценивает с профессиональной точки зрения. Трасса, можно сказать, веселая. Единственное, подвох в разметке трассы, много где она была не очень хорошо размечена, поэтому много где забудился. А самая по себе трасса сложная? Там песок, мужики? Средние сложности. К сожалению, нет спусков техничных, подъемов технических более высокой сложности. Но интересно было? Да. Соревнования продолжаются на трассе мужчины и представительницы прекрасной половины человечества. Та же трасса, те же правила. 40 минут для женщин, час для мужчин. Велосипедисты закружились в спортивном хороводе кросс-кантри. Лидер мужского заезда определился сразу. Первой к финишу снова пришла Вологда. Дело близится к полудню, однако об обеде никто не вспоминает. Велосипедистов ждут в центре города. Велогонка, критериум, новинка этого сезона. Участники проходят регистрацию, разминаются, пробуют трассу, в общем, готовятся к старту. 13.00. Велосипедисты устремились к победе. Тактические хитрости, спортивная расчетливость, динамичное и зрелищное соревнование требует физической выносливости. Кто первым пришел к финишу, простому обывателю понять было непросто. Объявили победителей и теперь все встало на свои места. Юноши, мужчины, женщины. В числе призеров Ярославль, Москва, Вологда и Аша. Спортсмены один за другим поднимались на сцену. Позднее на страницах интернет-сайтов появятся фотографии. На форумах и в блогах любители велоспорта расскажут о своих впечатлениях. С 18 по 20 июня в Угличе прошел третий всероссийский велофестиваль «Углическая верста». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова